Борьба с коррозией на нефтепромысловом оборудовании станет одной из приоритетных задач в Газпромнефть Муравленко. Как рассказал начальник производственного отдела по добыче нефти Юрий Хлопан, в планах у нефтяников разработка целого комплекса мер, благодаря которым будет заметно снижено влияние коррозии при добыче нефти. Евгений Дегтяренко расскажет подробнее. Коррозия – один из тех неприятных факторов, который заметно осложняет работу нефтяников и влияет на надежность нефтепромыслового оборудования. Как говорит Юрий Хлопан, это напрямую сказывается на производственных показателях и приводит к дополнительным затратам. Чтобы справиться с проблемой, еще в прошлом году совместно со специалистами Газпромнефть МТЦ исследовали месторождения и приступили на них к опытно-промышленным испытаниям нового внутрискважинного оборудования. В ходе проведения анализа преждевременных отказов по причине воздействия агрессивной среды были выявлены месторождения с наиболее выраженной агрессивностью среды. Это Вингояхинское и Тепурское месторождения. В определенном утвержден перечень скважин, относящихся к коррозионному фонду, которые обновляются в текущем режиме. Кроме ингибиторов коррозии, нефтяники испытывают, насколько эффективным будет использование стеклопластиковых насосно-компрессорных труб для водозаборных скважин, а также НКТ со специальным покрытием, обладающих многофакторной защитной системой. На текущий момент спущены две подвески на Итепурском месторождении. Одна подвеска сейчас находится в ожидании выхода из строя скважины. Кроме того, в рамках эксперимента применяют и трубы из легированной стали с повышенным содержанием хрома. Нефтяники внимательно следят за ходом испытаний. В дальнейшем, по словам Юрия Хлопана, будет произведен расчет эффективности применения новых методов. Вместе с этим внедряются и разрабатываются мероприятия по снижению количества выхода из строя нефтепогружного оборудования, которое включает в себя сокращение регламентирующих сроков эксплуатации НКТ по ряду месторождений и применение на Итепуре только новых насосно-компрессорных труб. Силенный контроль над обращением с НКТ в бригадах ТЭКРС на трубных участках, разработка технических требований. В рамках программы «Закупи НВСС» увеличат закуп НКТ для плана обновления парка, в том числе для возможности достичь степени покрытия защитным мероприятием не менее 50% коррозионного фонда. В планах на нынешний год еще и разработка новой нормативной документации. Классификатор коррозионных повреждений, методика отбора образцов НКТ для исследований, методика выбора типов защиты, регламент по защите от коррозии, разработка внедрения программы для автоматизации учета движения нефтепромыслового оборудования, внедрения независимой службы супервайзерского контроля на технологическом цикле ремонта НКТ и на заводах-изготовителях. Внедрение всех этих документов должно позволить в будущем заметно ослабить влияние коррозионных факторов на работу нефтяников. Евгений Дегтяренко, Вадим Братчик, Новости нашего города. Евгений Дегтяренко, Вадим Братчик, Новости нашего города.